всем привет с вами хвостович александр ведущий блога хвостович лайф и сегодня я поговорю с вами о 5 недостатках кремниевой долины или как здесь говорят силиконовой долины значит я живу уже калифорнии в кремниевой долине почти три года может быть три года или даже уже больше может испаны нет неважно в принципе но за это время я увидел некоторые вещи мои наблюдения и я сейчас попытаюсь собрать в кучу пять минусов конкретного этого конкретно этого места то есть не америки в целом а если вы задумали приезжать в силиконовую долину то вот знаете что это такие вот основные недостатки значит недостаток 1 как я написал average income и знали на в то есть среднего заработка здесь недостаточно потому что когда вы приезжаете сюда если у вас нету миллион долларов сразу чтобы купить себе небольшой домик картонный то вам придется брать в рент такой же небольшой домик а это или просто апартмент то есть фактически здесь представляете если вы один да то есть вы можете снять комнату платить 500 700 долларов но если вы приезжаете семьей еще с ребенком то тут уже нужна полноценная одна бедрумная хотя бы может быть и больше и рент вам обойдется от двух тысяч и выше то есть фактически есть люди которые в америке живут на две с половиной три тысячи в месяц а если чистыми это без налогов а если достать еще налоги а тут то может быть и на 1700 месяц здесь этого зарабатывать мало недостаточно то есть мне кажется чтобы иметь какой-то более-менее уют и дох достаток если семья надо чтобы оба члена семьи зарабатывали в районе 100 тысяч долларов в год тогда и если есть ребенок есть его возможность отдать в хорошую не дать на себя отдать его хорошую школу потом же еще и университет потом должна быть какая-то финансовая подушка безопасности на которую тоже надо откладывать очень много денег будет проедать рент а потом надо купить машины то есть обоим членом семьи потом еще ребенку если он подрастет если второй ребенок в общем 100 тысяч в год на себя любимого it's ok особенно если вы снимаете комнату и ну даже не 100 ну 80 60 тысяч в год и соки если снимать комнату но если вас двое то скорее всего будет сложновато особенно если есть дети то есть надо иметь желательно две работы чтобы каждая платила ну average 100 тысяч долларов в год и это в принципе ну айтишные зарплаты такие здесь более-менее 60-120 тысяч это пасса был без проблем так это первый минус значит второй минус кремниевой долины и кто меня смотрит вдруг из кремния долины может быть даже подтвердят я когда только приехал я очень много тусовался может первый год во всяких старта перских не старперских старта перских тусовках и снимал видео об этом на канале и там некоторые моменты освещал но просто потом я понял что здесь очень много больше раз больше раз это человек который пиздит то есть он много рассказывает но мало что делать и есть даже здесь целые тусовки которые как бы люди ходят из тусовки стартаперов тусовку стартаперов просто говорить о стартапах и этот разговор он длится годами и как бы никакого я не знаю никакой полезной нагрузки если только не найдешь случайно инвестора там их ее нет вот и как бы не знаю то есть это в какое-то время сразу было прикольно да ты куда приходишь и вен все собирается там это стартап тот стартап там пицца напитки бесплатная тусовка но потом я снял виден снимал видео с ними там выстреливает один из сотни остальные просто пропадают с их идеями и непонятно что с ним случается или они перестают делать или они перестают ходить на тусовки то есть я знаю по пальцам людей у которых получилось а из тех людей большинство из них которых я знала не просто ничем не зняется не просто больше лишь они ходят и разговаривают об этих стартапах они говорят про этот про тот про ту идею что делать но фактически это пшик это надоедает это придает это несерьезность в отношении к этому всему не видно прогресса начинают просто раздражать и поэтому я перестал ходить на такие из тусовки а плюс есть здесь еще тусовки которые организовывают всяких стартап ивенты чтобы тупо цеплять баб вот туда приходят дурочки но и в новые приезжие девочки там и они специально там ходят тоже тип старта пиши но вся фишка этого стартапа это чтобы найти сетелку по сути там или телочек ну как бы это я уже к третьей проблеме плавно перехожу значит вторая проблема это много больше третья проблема очень тяжело найти single woman очень тяжело найти женщин которые одиноки потому что сюда по сути съезжаются все айтишники мира их привозят компании их приглашают и как бы это конечно если ходить клубиться и там постоянно в этом вариться это можно сделать на 5 это сложновато вот а вот именно сингл чтобы сама по себе найти трудно по одной простой причине здесь много мужиков с баблом очень много айтишников и они приезжают либо сами по себе либо уже жеными то есть как факт фактически женского контингента здесь как такового очень мало то есть если у нас точнее странах бывшего советского союза снг ситуация наоборот сложилось много женщин мало мужчин но виду смертности высокой мужской виду нескольких войнда то есть женщин там я не знаю это условные цифры но допустим на 10 женщин 8 мужчин поэтому женщина у нас постоянно краситься даже когда мусор идут выносить то есть им надо всегда продать себя подороже чтобы заметили то здесь наоборот мало женщин много мужчин с бабками то есть для женщин даже напрягаться не надо здесь можно пойти в бар и снять себе мужика условно говоря для женщины да а так чтобы найти одинокую женщину построить свободную женщину построить отношения будет сложновато проще привести я думаю ну как бы это мои личные наблюдения многие здесь жалуются хотя я конечно никогда проблемы не имела ладно короче пошутил может быть имел не скажу точно так значит 4 4 work will eat you life работа сожрет вашу жизнь я скажу это по себе и скажу что это так потому что принципе я никогда не был так чтобы лентяем у меня были периоды в жизни где спал по четыре часа несколько лет подряд полностью отдавался учебе днем у меня была full time учебы и full time была работа еще ночью и я over time очень много брал там 60 часов неделю иногда 80 работу то есть сумасшедшие но как бы это была такая работа где это можно было сделать то есть там как бы не немного очень умственного труда было как бы какие-то какая-то рутина да вот а и остальное как бы время уже давал учебе здесь ситуация такая то есть там я это вынужден был мне казалось что работаю там на светлое будущее на ему как бы определенные у меня были цели идеи то здесь в принципе когда ты начинаешь работать стартапе и очень многих я здесь вижу что в кремниевой долине жизнь превращается в работу и это правда то есть я людей с которыми работаю я вижу больше чем своих друзей больше чем свою семью то есть фактически на работе вы будете проводить 8 часов минимум иногда 10 11 а еще после работы вы будете отвечать на email и то есть она будет постоянно сидеть в голове особенно для этих ников и для тех кто занимается с кодом очень часто тут даже делал не только в работе как таковой но поскольку она ответственная это старта поскольку есть определенные ожидания прибыль нужно и продвигать надо у кодеров еще такое появляется что когда человек пишет код он его пишет не только на работе он потом еще думаю в голове то есть идея как хорошо написать код может прийти и в душе фактически дома то есть работа она никогда не останавливается и я думаю что ну от этого надо как-то отходить потом учиться это менять и потом когда появляется вы на время даже учиться его чем-то занимать потому что в голове все равно будет одна только работа уже по накатанный так и последняя проблема кремниевой долины это хреновая транспортная система как общественного транспорта так и транспорта вообще и здесь есть понятие как комьют но она в принципе вокруг всех больших городов есть но тут особенно надо ездить на работу либо с бей-эри из самой долины в сан-франциск либо сан-франциско в бей-эри то есть как бы если ты едешь на машине это жопа в трафике 23 часа если ты едешь на поезде то все равно тебе надо как-то доехать до этого поезда либо там машину кидать в общем очень часто люди чтобы поиск тоже 40 минут и идет и там потом пешком надо идти и автобусы короче не всегда ходят как бы куда надо в общем в итоге получается что жопа как и в случае если у тебя есть машина так и в случае того если ты пользуешься общественным транспортом если только ты не работаешь в том же городе где ты живешь на дорогу и комьют будет тратиться и не знаю но минимум два а то и больше часов в день что тоже достаточно большой минус и самая главная проблема именно как бы трафик вот я знаю людей которые там в сан-франциско добирались добирается на работу по три часа и они сначала подъезжает на машине до остановки поезда чтобы как бы на самом поезде не ехать так как там она вроде меряется расстоянием остановок и чем больше приезжаешь тем дороже то есть они подъезжают поближе останавливают там на паблик на общественной парковке машину потом садятся на поезд и вместо того чтобы там ехать 40 минут они доезжают за 20 на поезде и там уже пешком идут до офиса и или даже на автобусе приезжать ну короче такая задница если честно просто ну как бы чё там у нас стал утром до вышел из пятиэтажки дошел до автобусной остановки сел на свой троллейбус доехал до завода сел поехал обратно короче как-то вроде проще было вот значит вот мои пять минусов жизни в кремниевой долине которые я здесь наблюдаю которыми я с вами поделился надеюсь вам было интересно ставьте лайк если до подписывайтесь задавайте свои вопросы топ комментарии с больше лайков пойдут в тему следующего видео вот всем спасибо и пока